Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Онлайн-консультант, которому можно задать интересующий вопрос. Давайте спросим что-нибудь и мы, а заодно проверим, как быстро нам ответят. А пока разбираемся дальше. На сайте есть раздел «Ход строительства», где представлены фотоотчеты со стройки. Последние датированы 21 апреля. Есть онлайн-трансляция со строительной площадки в режиме реального времени. Застройщик пишет «Нам нечего скрывать». Это хорошо, но онлайн-трансляция не работает. И это однозначный минус. У строительной компании есть группы в соцсетях – ВКонтакте и Фейсбук. Информация здесь обновляется, но, видимо, раз в полгода. Последняя запись сделана 1 февраля. А между тем на носу лето. А теперь давайте позвоним менеджеру по продажам. Алло, здравствуйте. Компания «Тротек», здравствуйте. Да, девушка, меня интересует квартира в строящемся комплексе вашем. Расскажите, какие квартиры сейчас есть и на каких условиях их можно купить. На данный момент у нас два дома строятся. Дом бизнес и дом комфорт-класса. Бизнес-класс будем сдавать в четвертом квартале 2017 года, а комфорт-класс во втором квартале 2018 года. По стоимости в бизнес-классе от 74 тысяч за квадратный метр, в комфорт-классе от 65 тысяч, в зависимости от высоты этажа. То есть чем выше, соответственно, тем дороже цена за квадратный метр. Договор для его участия заключаем. Если ты ипотека, отправляем на согласование в банк, там в банке смотрят договор юристы, потом записываемся на сделку в рекпалату. После того, как договор зарегистрируется, вы на руки его получите, оплата происходит. А вот проблем нет со строительством? То есть все по срокам, вы там успеваете, все сдадите в срок? Бизнес-класс у нас со срок сдачи второго квартала 2018 года. Вообще будем сдавать с опережением в конце года, так как он уже построен, там сейчас внутренние инженерные работы ведутся. Комфорт-класс его сейчас в 10 этаж закрывают. Ну хорошо, я вот сейчас подумаю. Минут через 25 я вас хотела попросить мне перезвонить на этот номер. И я, наверное, уже там смогу сказать, когда я к вам подъеду в офис. Да, конечно. Спасибо. Надо отдать должное менеджеру. Перезвонила, хотя был конец рабочего дня. Это плюс. Из минусов девушка не поинтересовалась, как меня зовут. Инициативу в беседе больше проявляла я, чем она. Обратную связь через официальный сайт компании я так и не получила. Даже на следующий день. Это минус. Живое общение ничто не заменит, поэтому отправляюсь в офис продаж под видом потенциального покупателя. Благо заблудиться здесь точно не получится. Вывеска квартиры от застройщика «Стройтек» видна издалека. Офис продаж солидный. Консьерж, современный интерьер. Нужный кабинет находится на четвертом этаже. Поднимаемся на лифте. Наверху чисто, уютно. В кабинете встречают три менеджера. Генпланы, мини-проекты комплекса, проектную декларацию, разрешение на строительство показали. Правда, чай, кофе не предложили. Сегодня это уже минус. Общение в офисе продаж заняло не более чем 10-15 минут. Этого вполне достаточно, чтобы получить необходимую информацию и понять, хотите вы у этого застройщика купить квартиру или нет. На словах, как известно, можно рассказать все, что угодно. Но я так просто на слово не верю. Поэтому отправляюсь прямиком на строительную площадку. Ворота открыты. На территорию я вошла, естественно, без телевизионной камеры, а под видом потенциального покупателя. Заранее договорилась с менеджером, что хочу посмотреть шоурум, то есть образец предлагаемой квартиры. В данный момент здесь возводятся два дома. Как рассказала менеджер, в одном идет монтаж оконных конструкций. Строители приступили к отделке фасадов и монтажу инженерных систем. Второй построен на уровне 10-го этажа. Работает башенный кран, техника, люди. Смотрю две квартиры в доме бизнес-класса. Чистовой и получистовой отделки. Так, это у нас чистовая отделка. Квартира 77 квадратных метров. Вот здесь у нас уже все строители сделали за жильцов. Подъезд просторный. Предполагается два лифта. Обещают, что будут бесшумные. Керамическая плитка на стене и мрамор на полу будет здесь со временем. Это, конечно, пока только обещание. Посмотрим, как будет на деле. Ухожу со стройки, любопытство удовлетворило. По строительству пока вопросов нет. А вот и паспорт объекта. Здесь указаны основные ответственные лица и сроки. Четвертый квартал 2015 года начала стройки и окончание второй квартал 2018 года. Учитывая, что работы здесь начались примерно полтора года назад, дело спорится достаточно быстро. В соцсетях и на различных форумах о строительной компании «Стройтег» разные отзывы. Есть положительные. Хвалят за быстрое оформление сделки и готовность дать скидку. Но есть и негативные. Так портал dombler.ru, где обсуждают застройщиков, приводит цитаты Рустама Сатаева, который в 2016-м писал, что якобы стройка началась без разрешительных документов. Были жалобы и на то, что застройщик незаконно снес ветхое жилье на своем участке. Если бы я была покупателем, я бы задумалась и постаралась разобраться, что же на самом деле произошло. Это нарушение закона или чей-то черный пиар. Итак, делаем выводы. За официальный сайт компании по 10-бальной шкале 5 баллов. Я не получила обратной связи и не смогла отследить ход стройки в режиме реального времени. Телефонное общение 7 баллов. Офис продаж 6. Не проявили элементарного радушия. Строительная площадка 9 баллов. За репутацию застройщика в интернете 5 баллов. Итого 32 балла из 50 возможных. Неплохо, но есть над чем работать. Мы попросили прокомментировать получившиеся баллы эксперта в мире недвижимости. Риэлтора с большим стажем. Камилу Фазлыеву. И вот что она сказала. Относительно сайта. Что интересно нам на сайте? Документация необходимая и разрешительная. Есть ли там договор долевого участия и так далее. И все необходимые аренды или собственность земли. То есть вся необходимая по закону по 214 документация предложена на сайте. Есть она или нет. На второе, на что бы я обратила внимание на сайте, это видеонаблюдение со стройки. Тут как раз таки вот эта функция не работала у них на сайте. Что дольщик, не выезжая на объект, должен увидеть, устроиться или не устроиться, посмотреть через неделю, посмотреть через две недели, через месяц, увидеть, насколько поднялось, идет ли работа. Следующий пункт у вас это телефонное общение. На самом деле важного здесь ничего нет. Как вам ответили, гарпнули, не гарпнули, это уже проблема собственника предприятия-застройщика, то есть генерального директора. Пусть он заботится, чтобы его персонал был вежлив и как-то так заманивал себя в отдел продаж. Следующий пункт соцсети. Вот это бы я объединила вообще соцсети и отзывы. В принципе, это, грубо говоря, представительство в интернете вне их сайта, вне сайта компании. То есть здесь могут быть и отзывы реальных дольщиков, но поверьте, дольщики покупателей квартир пишут отзывы, когда все плохо. А когда хорошо, они редко заходят в интернет и пишут, что я купил, я счастлив. А когда пишут положительные отзывы, чаще всего это старается компания, продвигающая застройщика. А если негатив, очень много негатива идет от конкурентов. Опросите всех. Очень хорошо в век интернета особенно стало актуально сарафанное радио. Послушайте, что говорят риэлторы, знакомые, друзья, родственники, у кого они купили. Уфа город небольшой. Мы завершили проверку жилого комплекса «Старый центр». В целом он ее прошел. Строительство ведется и достаточно ударными темпами. Это, безусловно, плюс. Сайт и соцсети работают, хотя здесь есть замечания. Рекламная компания тоже ведется. И это еще один плюс. Но вот репутация у застройщика, к сожалению, пока хромает. Надеюсь, что по завершению строительства этого объекта ситуация в корне изменится. И компания сможет заработать у нашей программы недостающие баллы. Продолжение следует...